Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи за рулем умер таксист. ЧП произошло на улице Виноградной. В планах больше 70 километров. Во всех районах Сочи стартовали дорожные работы в рамках нацпроекта. Сочинские школьники пройдут дорогами победы. Сегодня стартовал краевой конкурс военно-патриотической работы. Хроника блокады на виниле. Сочинский симфонический оркестр готовится к записи своей первой пластинки. Обновление мемориала в небольшой станице. Доступность воды на окраине Армавира. Реконструкция сквера. Темы обращения к президенту России самые разные. Инициативных жителей из пяти районов края выслушал губернатор Вениамин Кондратьев по поручению главы государства. Две тысячи дворов, семь тысяч жителей. А вода есть не у всех. В маленьком поселке Заветный большинство жителей часто наблюдают сухие краны. Особенно летом. Выход находят каждый по-своему. Кто колодцы роет, кто скважины бурит. Но средства на это есть не у всех. С проблемой армавирцы обратились к президенту России. В ситуации уже разбираются краевые власти. О том, как решаются их вопросы, заявители смогли узнать сегодня. Губернатор Краснодарского края провел прием граждан по поручению главы государства. Наш поселок разросся в последнее время. Много многодетных семей. Более двух тысяч домовладений и более семи тысяч человек проживает. У нас существует проблема с водоснабжением. Особенно в летнее время мы сидим без воды. Вода должна быть там, где на самом деле ее ждут, эту воду. И приоритетность расставки, остановки, в том числе и расходов средств из бюджета, должна идти в сторону комфорта жизни людей. Если в доме тепло, если есть вода, утро пройдет великолепно, и человек придет с хорошим настроением на работу. Давайте понимать людей. Надо просто реально жить категориями людей, которые живут в таких условиях. И мы будем понимать, что нужно делать. Мы уже приступили к реконструкции водовода. Поэтому сейчас муниципальное образование проводит конкурс на отбор подрядной организации. Соответственно, до конца года водоснабжение будет нормализовано. В крае с проблемой нехватки воды сталкиваются не только под армавиром. Но появилась возможность улучшить ситуацию с водоснабжением сразу в нескольких районах. Из бюджета уже выделено 10 миллиардов рублей на строительство трех крупных водоводов. Я надеюсь, что проблема в 2023 году закроется раз и навсегда с проблемами воды и в Тимрюке, и в Ейске, и в Новороссийске, и в Геленджике, и во всех попутных населенных пунктах. Этой проблеме как минимум лет 30 уже. И все говорят, подождите жителям. Осталось еще чуть-чуть. Не нужно, чтобы эта проблема переходила от дедушки с бабушкой к внукам. Нельзя, невозможно, еще раз подчеркиваю, злоупотреблять терпением народа. А в Ленинградском районе местные жители обеспокоены не самым парадным состоянием воинского мемориала на Октябрьской площади. Работы здесь ведутся с 2018 года и рассчитаны на три этапа. Как раз к реконструкции вечного огня строители приступят в этом году. Вениамин Кондратьев поручил главе района, чтобы к празднованиям 75-летия Победы памятник привели в порядок. А уже к концу 2020-го обновление завершат полностью. Эта просьба не моя, а всех жителей Ленинградского района. Первый этап реконструкции нашей площади завершена. Но вот второй этап, мы просим у вас помощи, это непосредственно памятник участникам Великой Отечественной войны, где вписаны и фамилии погибших в Афганистане, ребята, которые погибли в Чечне, и потом позже это Чернобыль. 1200 человек у нас вписано там, и еще предстоит вписать около 7 тысяч только ветерану Великой Отечественной войны. Памятники по всему краю, и в чьи-то себе противополимания, и главы муниципальных образований, еще раз департамент, а внутренне говорить о том, что они должны быть подреконструированы, они должны быть надлежащими внешним облике. Еще раз подчеркиваю, облики, которые достоин тех людей, которые отдали свою жизнь за свою родину. Это принципиально важная задача и для нас, и для подрастающего поколения. Они должны видеть эту память не на словах, а на деле. В этом-то и будет их патриотизм. Когда мы на уроках рассказываем одно, а в жизни их окружает другое. Какой же патриотизм? Они должны видеть примеры. А примеры – это когда обелиски, вечный огонь, мемориалы. Поэтому давайте сделаем так, что больше по этому вопросу президенту ко мне, коллеги, главному из паник образования. Никто не обращался. Ни ветеран, ни участник, ни приравненный, да и просто жители не обращались. Стыдно, коллеги, стыдно. На прием в главе региона приезжают со всех районов Краснодарского края. Как правило, с инициативами выступают люди старшего поколения. Но в последнее время в списке заявителей все больше молодежи. Леонид Терехов пришел с просьбой построить спортплощадку. При знакомстве с губернатором молодой человек немного растерялся от вопроса главы региона о названии его родного поселка. А почему она горькая, эта балка? Название-то почему так было? Там родился, нет? Ну, точно, почему горькая балка? Горькая-то с чего она стала? Странно. Юрий Михайлович, что у нас с этой площадкой там? Вся рабочая документация готова. В министерство подана заявка. И ждем соглашения, подписания. И приступаем к строительству. Ну, а когда она может появиться-то у них? Ну, я думаю, что до конца года, Виктор Иванович, мы эту работу выполним. Ну, точно, до конца года успеем. Да. Все, можете смело сказать, что площадка у вас будет. Удачи тебе. Ну, ты потом мне расскажи, почему она горькая балка. Говорите. Стоит отметить, что именно по инициативе главы региона, начиная с 2020 года, в крае будет строиться не меньше 20 уличных спортивных площадок ежегодно. А вот жительница станицы Канеловской Староминского района посетовала, что селянам негде гулять. Бывший колхозный сквер давно требует ремонта. Венемин Кондратьев заверил, что совсем скоро на его месте появится новое общественное пространство. Власти уже выделили 25 миллионов рублей. Радостную новость Ольга Велика-Иваненко уже спешит сообщить односельчанам. Как раз именно это место. Здесь и молодежь, и пенсионеры сюда приходят с детьми, и родители молодые. И свидания здесь проходят. Поэтому я думаю, что это место должно быть очень красивым, благоустроенным. Губернатор сказал, парк у вас будет. И я очень рада этому. Решился сегодня вопрос и с Домом культуры в станице Голубицкой. Там отреставрируют зал и полностью обновят оборудование. А на концерт в честь открытия обновленного комплекса жители уже пригласили губернатора. Митрополит Кубанский и Екатеринодарский Сидор отмечают сегодня день тезаименицства. С этим именем владыка был пострижен в монашество в 1967 году в Успенском крестовом храме Ленинграда. С праздником архипастыря в его резиденции поздравили губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Глава региона поблагодарил митрополита за большой вклад в развитие православия на Кубани. Мы говорим о экономическом росте, мы говорим о росте благосостояния жителей края и прекрасно понимаем, что рост нравственности, духовности – это неотъемлемая часть успеха в целом жизнедеятельности нашего региона и каждого-каждого жителя. И вы делаете много среди людей, в первую очередь, наверное, то количество храмов, которые сегодня строятся, приводится в порядок, огромное количество храмов. Воскресные школы, которые появляются для детей, это очень важно, чтобы они уже росли в духовности, уже нравственность с ранних лет была с ними. Это ваша заслуга, владыка. В непростых политических условиях для нашего большого государства нужна молитва. Она всегда спасала наш народ, я уверен, помогала выстоять. И Господь всегда отвлекался на просьбы людей, жителей великой нашей России. Я уверен, Он сейчас нас не оставит. Спасибо вам за ваши молитвы, за ваше служение и жителям края, и, естественно, нашему Господу. Я глубоко тронусь, что губернатор края нашего пришел мне поздравить в этот особый день. И сердечно вас благодарю на вас сказанные слова, на ваши добрые слова, на ваши добрые пожелания. От души хочется вам также пожелать здоровья, благополучия, многое помощи Божией в вашей многотрудной деятельности. Митрополит Исидор служит на Кубани уже больше 30 лет. За это время были восстановлены и отстроены заново сотни храмов по всему Краснодарскому краю. Открыты монастыри, учреждена духовная семинария. Под его руководством ежегодно проводятся всекубанские Кирилло-Мефодиевские чтения. И продолжаем. Во всех районах Сочи стартовали дорожные работы в рамках нацпроекта. Работники служб обрабатывают фрезером изношенный слой асфальта, устраняют просадки и выбоины, и укладывают верхний слой асфальта бетона. Работы уже ведутся на улицах Гастелло, Голубые Дали, Богдана Хмельницкого, Крупское, Ульянова, Садовое, Лебединое, Дачное, Коммунистическое, Переулком, Привокзальный, Павлова, Лазарева и ряде других объектов. Уточнили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Всего в этом году в Сочи планируется отремонтировать 86 объектов протяженностью более 71 километра. На эти цели курорту выделено 830 миллионов рублей. Такую сумму город будет получать ежегодно в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года. В Сочи сегодня за рулем умер таксист. ЧП произошло на улице Виноградное. По словам очевидцев, водителю такси стало плохо за рулем. Он потерял управление и врезался в забор частного дома. Мужчина скончался на месте. По предварительной версии, у 40-летнего жителя Украины произошла остановка сердца. В ДТП пострадала женщина-пассажир. Ее госпитализировали в 4-ю горбольницу с переломом таза. И к другим новостям. Пьяных нарушителей предложили лечить принудительно. Людей, неоднократно совершавших правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, предлагают направлять на принудительное лечение. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила МВД и Минюсту до 1 марта проработать соответствующие положения. Так, предлагается разрешить судам направлять на обязательное лечение от алкоголизма тех, кто неоднократно совершал правонарушение в пьяном виде или распивал алкоголь в неположенных местах. Кроме того, пишут известия, суды могут обязать нарушителей пройти диагностику, медицинскую либо социальную реабилитацию. Инновации в медицине и борьбу с онкоболезнями обсудят в Сочи. Дискуссии состоятся на форуме «Здоровое общество». Мероприятие пройдет в рамках программы российского инвестиционного форума. На площадке запланированы обсуждения, посвященные борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и другими социально значимыми заболеваниями. Развитие системы здравоохранения – определяющий фактор благосостояния населения. Деловая повестка форума «Здоровое общество» в этом году охватывает основные вопросы отрасли. Отдельная сессия будет посвящена демографическим перспективам России до 2045 года. Участники рассмотрят проблему сокращения рождаемости в стране. В частности, специалисты попробуют ответить на вопрос, какие новые модели здравоохранения смогут переориентировать общество к осознанному стремлению вести здоровый образ жизни и бережно относиться к своему репродуктивному здоровью. На треках «Искусственный интеллект в медицине», «Биохакинг» и «Информационная безопасность» планируется затронуть темы современных технологий и инновационных решений в здравоохранении. Участникам Великой Отечественной помогут с благоустройством квартир. В Краснодарском крае стартовал прием документов на выплату для улучшения жилищных условий участников Великой Отечественной войны. Для этого нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства. В Краснодарском крае по решению губернатора Вениамина Кондратьева с этого года введена новая мера поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Единовременная выплата на улучшение жилищных условий. На эти цели выделено 452 миллиона рублей. Прием документов уже начался. Деньги можно потратить на ремонт и благоустройство жилья. Выплату могут получить лица, проходившие военную службу в действующей армии в период с 22 июня 41 года по 11 мая 45-го. Инвалиды и участники Великой Отечественной, а также члены их семей. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Редактор субтитров А.Семкин В Сочи дали старт ежегодному краевому конкурсу оборонно-массовой и военно-патриотической работы. На площади Зимнего театра развернулась выставка военной техники, а воспитанники военно-патриотических клубов торжественно пронесли Знамя Победы. В этом году конкурс оборона массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова посвящен 75-й годовщине Великой Победы. Марафон продлится месяц, в течение которого юно-армейцы, кадеты и казачата будут соревноваться в знании истории Отечества, умении владеть оружием, проявлять себя в волонтерской деятельности. Ребята примут участие в работе по поиску неизвестных солдат. Итогом будет ответ на вопрос, что такое патриотизм в понимании современного школьника. И сегодня на открытии конкурса именно воспитанникам военно-патриотических клубов доверили развернуть Знамя Победы. Дорогие наши ветераны, низкий вам поклон за ваш бессмертный подвиг, за то, что ценой невероятных усилий вы смогли выстоять в той страшной войне и подарить мир и жизнь будущим поколениям. Спасибо вам за уроки мужества, которые вы проводите в наших школах и помогаете детям узнать правду о войне. А нашим молодым патриотам я хочу пожелать, чтобы вы и дальше хорошо учились, получали больше знаний, были культурными и образованными. И тогда связь между поколениями никогда не прервется. Школьники сегодня встретились с участниками Великой Отечественной и посидели в танке, потрогали оружие. Ну а воспитанники военно-патриотических клубов продемонстрировали навыки владения этим оружием. В конце концов мы юно-армейцы и для каждого из нас важно именно патриотическое объединение всех нас вместе. Именно поэтому мы находились на этом шествии. Мы здесь учимся, чтобы в будущем быть тоже защитниками Отечества. Что такое патриотизм и война на переднем фланге, сочинским школьникам регулярно рассказывает участник Великой Отечественной Михаил Инкин. В жизни, как и на фронте, нужно быть эффективным, подчеркивает победитель. Это торжественное мероприятие, которое содрогает наши чувства фронтовиков, инвалидов войны. Я как фронтовик, инвалид войны, занимался в свое время строительством города. У меня медаль за строительство города. Я официальный начальник штаба строительства торговой галереи и Новогинской улицы. Штаб полностью выполнил задачу. Я, когда выступаю перед молодежью, говорю, берите пример с наших традиций, с фронтовиков инвалидов войны. В самом зимнем театре состоялся театрализованный урок мужества. Тема – неизвестный солдат. Юные актеры рассказали сверстникам о работе поисковых отрядов города Сочи, цель которых – разыскать и увековечить имена всех героев Великой Отечественной войны. В финале каждому командиру военно-патриотического клуба вручили конверт с конкретной поисковой задачей – пройти дорогой одного из военных подразделений и установить на точке былого сражения флаг отряда. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи бесплатно покажут фильмы о блокаде. В городских кинотеатрах с 22 по 27 января покажут ленты, посвященные жизни в осажденном городе. Трансляция стартует 22 января в Центральном районе. Благотворительный показ художественного фильма «Спасти Ленинград» пройдет в 10.00 в кинотеатре «Родина» на улице Гагарина. Этот фильм смогут посмотреть и жители Лазаревского района 24 января в 11 часов в Малом зале кинотеатра «Восход». В полдень 23 января в Доме культуры «Юбилейный» продемонстрируют художественный фильм «Коридор бессмертия». Показ этой ленты пройдет также 24 января в 12 часов в кинотеатре «Сочи». Последний кинопоказ состоится в Адлерском районе 27 января в 10.00 в кинотеатре «Комсомолец». Жителям и гостям курорта представят художественный фильм «Солдатик». Показы проводятся в рамках акции «Блокадный хлеб». Посетить их можно свободно по бесплатному билету. Количество этих билетов ограничено лишь количеством зрительских мест в зале. Глава Пенсионного фонда России рассказал об уменьшении числа пенсионеров. По итогам прошлого года назначено более миллиона пенсий. Из них порядка 830 тысяч пенсий по старости. Но на заслуженный отдых вышло примерно на 355 тысяч человек меньше, чем было бы, если бы не повысился пенсионный возраст. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. В нынешнем году, по его словам, отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек. Но это нарастающий итог, то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году. Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию, таковых примерно четверть. Почти 15% от общего числа пенсионеров – это те, кто работал на вредных и опасных условиях труда, 5% – те, кто трудился на севере, 2,5% – медики и педагоги. В следующие годы Пенсионный фонд ждет увеличения числа досрочников, в частности, за счет многодетных матерей. С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие 4 и более детей. А с 2023 года в 57 лет – матери троих детей. Родители сочинских девятиклассников попробуют пройти итоговое собеседование по русскому языку. Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края проводит 24 января краевую акцию. Успешное прохождение итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников – это одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Пройти испытания попробуют и родители школьников. В Сочи акция пройдет на базе 10 и 11 школ, лицеев номер 23, 59 и 95. Будут соблюдены все требования к процедуре проведения итогового собеседования по русскому языку. Ну а Сочинский симфонический оркестр готовится к записи своей первой пластинки. Классическая музыка будет записана на не менее классический носитель – виниловую грампластинку. Какую симфонию готовит к записи оркестр, рассказал худрук Антон Лупченко. Первая профессиональная запись для Сочинского симфонического оркестра – событие знаковое. К тому же в 21 веке не так часто записи музыкальных произведений делают на грампластинке. Винил – это не только ностальгия, но и своя культура прослушивания. Она для погружения, отмечает Лупченко. А произведение, которое будет записано, требует именно этого. Называется симфония «Хроника блокады». Мы запишем симфонию Бориса Ивановича Тищенко, композитора 20 века, моего учителя. Совсем недавно это сочинение прозвучало на фестивале в Петербурге, который мы делали с Владимиром Федосеевым. Там мы эту симфонию исполнили. Я дирижировал оркестром БСО имени Чайковского. И эта симфония вызвала огромный резонанс. Очень многие сочинцы просили привезти эту симфонию к нам. И я подумал, почему, собственно, нашему оркестру не сыграть эту симфонию. Она очень сложная, она требует грандиозного состава исполнительского. Там несколько составов ударных. Там усиленный состав медной группы. Там даже будет фонограмма, потому что эта симфония предполагает участие фонограммы, бомбежки, авианалет. Все это будет передано реальными звуками фонограммы, которая готовилась в Петербурге. Эта фонограмма сегодня здесь. Для меня большой честью является, что супруга Бориса Ивановича, вдова его, Ирина Анатольевна Тищенко, Донская, профессор консерватории петербургской. Она орфистка, очень известная орфистка. У нее несколько своих конкурсов. Вот она предложила сама поучаствовать в записи этой симфонии на пластинку. Она приедет, будет с нами играть, выступать на сцене. 28 и 29 мы осуществляем эту запись, а 31 прямо на концерте мы тоже эту запись будем вести. И пластинка выйдет в продажу уже в этом году, к юбилею Победы. В целом на самом концерте 31 января прозвучат три произведения. Симфония Тищенко, хроника блокады, сочинение худрука сочинского симфонического оркестра Лубченко и Чайковский, музыка из первого акта балета Щелкунчик. Отмечу, что недели ранее сочинский симфонический оркестр записал саундтрек для немецкого мюзикла. Мелодии городского оркестра прозвучат в скором времени и в лентах российского кинематографа. Футбольный клуб Сочи объявил об аренде Александра Кокорина из «Зенита». Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко. 28-летний форвард будет арендован до конца текущего сезона. Я напомню, Александр Кокорин вместе со своим другом и бывшим футболистом Краснодара Павлом Мамаевым вышел из колонии в Белгородской области в сентябре. Они отбывали наказание почти 11 месяцев за участие в двух потасовках в центре Москвы, произошедших в октябре 2018 года. Беговой кубок «Сириус» пройдет с января по май. Первый этап соревнования стартует уже в это воскресенье. 26 января в 10 утра на Эмеретинской набережной пройдет первый этап бегового кубка «Сириус» под названием «Масс-старт». Участникам предлагается прибежать дистанции на выбор – 1 км для детей, 5 или 10 км для взрослых. Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте runsirius.ru и предоставить медсправку с допуском к соревнованиям по бегу. Беговой кубок «Сириус» – это серия объединенных в один турнир разноформатных беговых этапов для детей, любителей и профессионалов. По итогам каждого этапа участникам начисляются очки. По их сумме определяются победители бегового кубка. Всего в кубке 5 этапов. Они пройдут с января по май. В каждом выявляется победитель в трех зачетах – дети, любители и профессионалы. Чтобы принять участие среди профессионалов, необходимо иметь личный рекорд. Для мужчин пробежать 3 км быстрее 13,5 минут, для женщин быстрее 14,5 минут. К участию среди любителей приглашаются все желающие. Каждый участник этапов получит памятный сувенир, а первые три участника в каждой категории будут награждаться ценными призами. График забегов размещен на нашем сайте fkt.com. До встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск 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 Новосибирск